Всем привет дорогие друзья! Сегодняшний обзор будет посвящен датчику, который можно смело назвать 3 в 1, ведь он способен не только отображать, а также передавать в систему умного дома такие параметры, как влажность, температура, а также освещение, что позволяет более гибко производить автоматизацию, особенно в плане освещенности. Поставляется датчик небольшой картонной коробки. В отличие от других пользователей, которые почти никогда не пишут название своего бренда, компания-производитель товара для умнодора Moes не стесняется себя обозначать на упаковке. Рядом на грани коробки адрес производственных мощностей. На задней части характеристики устройства указание на каком протоколе работает датчик, в моем случае это блютуз подключение. В комплекте находятся два типа креплений датчика к различным поверхностям. Первый, это уже привычный двухсторонний скотч, а второй тип крепления попадается не часто. Это магнитная полоска с одной стороны, а с другой стороны скотч для крепления на датчик. Это достаточно удобный бонус, так как теперь можно легко монтировать датчик на металлических поверхностях без использования двухстороннего скотча, что позволит при необходимости перемещать датчик по дому. Инструкция довольно подробная, написана на английском и немецком языке. Почти всю переднюю часть датчика занимает E-Link дисплей, принцип электронных чернил, или измерение изображения, только если изменилось показатели влажности, освещения, температуры. Благодаря этой технологии работает очень долго на одной батарее. Задняя часть с сюрпризом в виде откидной ножки, благодаря которой датчик можно устанавливать на различные горизонтальные поверхности. Поверхность глянцевая, но пальцы не собирают. Угол наклона можно регулировать. Ножка, в свою очередь, служит крышкой батарейного отсека, где еще под одной крышкой расположилась батарейка типа таблетка СЕР2032. Не забываем вытащить транспортировочный блокиратор работы батарейки, просто потянув его на себя. Округлые грани придают датчику стильности. На правой грани расположилась оранжевая кнопка сопряжения, длительное нажатие, или переключение показаний температуры из градусов Цельсия в Фаренгейты, краткое нажатие. Чуть ниже кнопки расположилось небольшое отверстие для забора воздуха и его дальнейшего анализа. Над дисплеем в самом центре расположен датчик освещенности. При установке учитывать, что для правильных значений датчика необходимо располагать на нужный источник света. В самой верхней строчке расположился индикатор заряда батареи, тип подключения Bluetooth или ZigBee. В режиме сопряжения разум с индикатором батареи будут мигать три точки. После сопряжения эта иконка пропадет. Основное место выделено для отображения текущей освещенности и занимает почти две трети дисплея. Не совсем логично, так как информация относительно освещенности мне больше интересна в плане автоматизации, не для глянного просмотра. Куда логичнее было бы разместить информацию о текущей температуре. Но оставим это на совести с инженеров Moise. В нижнем ряду показания текущей температуры и влажности. Благодаря Е-Линк дисплею углы обзора очень хорошие. Размеры датчика составляют 66 мм на 11. Если сравнивать с похожими датчиками от Xiaomi, то мне больше нравится большой дисплей Moise. Но ложку дегтя добавляет отображение освещенности вместо температуры. Как вы видите, изменение показаний происходит достаточно быстро. Точность показателей на достаточно высоком уровне. Устанавливаем или открываем приложение Smart Life или Tue Smart. В верхней правой части приложения жмем на автоматическое сканирование. Так как у нас датчик Bluetooth, то он уже находится в активном режиме. А для датчика ZigBee надо перевести наш датчик в режим сопряжения. Для этого удержим кнопку на правой грани в течение 3-4 секунд, пока не замигают 3 точки на дисплей. Есть сопряжение как для Bluetooth, так и для ZigBee. Вдруг не происходит, сбрасываем датчик. Для этого удержим кнопку на боку более 10 секунд, пока не моргнет дисплей. После поиска переименовываем устройство и выбираем локацию для него. В основном окне программы по сути все то же самое, что мы видели на экране самого датчика. Основное место выделенного под значение освещенности в нижних двух окошках температура и влажность. Данное приложение передается с небольшой задержкой. Я думаю, это связано именно с Bluetooth протоколом работы, именно для экономии батареи. Ниже расположились графики. В настройках мы можем увидеть состояние батареи, активировать или деактивировать уведомления о низком заряде батареи. Меню светлощувствительность, насколько я понял, позволяет калибровать датчик освещенности. Если поднести датчик к яркому источнику света, то при значении более 999 люкс датчик выдаст ошибку E1. Но если использовать альтернативную систему умного дома, то будет видно, что датчик передает информацию даже выше заложенных в него 999 люкс для отображения. Было бы неплохо, если бы на датчике инженера смогли предусмотреть так называемую разрядность. При нажатии на графики освещения температуры можем смотреть за статистикой изменения параметров в разрезах дня, месяца или года. Также этот график можно послать на нужный email адрес. На ящик приходит ссылка, которая действительно 24 часа, кликнув по которой скачиваем Excel файл с выбранными параметрами за выбранное нами время. Автоматизаций может быть довольно много, так как для каждого параметра датчика вплоть до уровня заряда батареи мы можем использовать три разных вида срабатывания. А именно, менее, равно и больше. Менее и больше это условия, когда автоматизация сработает с температурой более 23 градусов. Или если дать равно, то автоматизация будет сработать только тогда, когда температура, влажность или освещение совпадают с заданными параметрах устройка. Вот мой живой пример автоматизации. Если проверка, если влажность в ванной вышла выше 80, включить вытяжку. Можно также сделать проверку на температуру и закрытие окна, и только после этого включать или выключать кондиционер, или, допустим, обогреватель, или котел. Как видим, блютуз, авторизация без шлюза не получится. Даже наличие лежащего дома смартфона, включенный блютуз, не даст создать автоматизацию. Нужен шлюз с поддержкой блютуз. В целом, датчик вышел достаточно качественный и вполне работоспособный. Наличие различных условий и триггеров для создания автоматизации тоже довольно высоко. И один датчик позволяет заменить два, если вам необходимо делать автоматизацию по освещению в том числе. К минусам лично для себя отнесу протокол блютуз, так как он требует шлюза туэ именно с его поддержкой. Ссылку я дам в описании под видео. Но это я сам промахнулся при заказе. Планировал ZigBee протокол. Но второй минус – это огромные цифры освещенности, тогда, когда для температуры и влажности вылили всего ничего. Для чего так сделали – для меня загадка. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Внизу под видео есть телеграм-канал, где вы можете получить скидку купоново, получить ответы практически на все свои вопросы. Всем всего хорошего. Пока-пока.